Трагические крушения, не оставившие улик. И загадка, которая озадачила следователей. Все эти элементы столкнулись на борту самолёта Boeing 737 в этой серии последнего захода. Третье марта 1991 года. Рейс 585 United Airlines вылетает из Денверского аэропорта Стейплтон в направлении Колорадо-Спрингс. Во время 20-минутного полёта на борту Boeing 737 находятся 25 пассажиров и членов экипажа. Сам рейс проходит без происшествий. Авиадиспетчер в Колорадо-Спрингс разрешает визуальный заход на посадку на полосу 3-5. У штурвала второй пилот и самолёт идёт прямо по курсу, в 5,5 километрах от порога посадочной полосы. Но вдруг... Минимум! Минимум! Высота 305 метров! Самолёт накренился вправо. Экипаж пытается сохранить контроль над авиалайнером. О, боже! 15 хлопков. Но они не могут выровнять самолёт. Нет! О, боже! Самолёт перевернулся и спикировал в землю. Он упал в пригороде Уайтфилд-парк, где десятки свидетелей видели, как он почти вертикально упал. Здесь упал самолёт в районе Уайтфилд-парка. Местный подросток схватил видеокамеру и снял эти кадры рядом с местом аварии. Что это за самолёт, миссис Смит? Не знаю. Нам велят покинуть территорию. Сэр! Ничего нельзя трогать. Вы знаете, что это за самолёт? Маленький частный самолёт. Маленький частный? После падения рейса 585 остался кратыш шириной 12 метров и глубиной 4,5 метра. Все 25 человек погибли. В Вашингтоне, округ Колумбия, Национальный комитет безопасности перевозок отреагировал почти мгновенно. В Колорадо отправилась команда следователей. Грег Филлипс был одним из них. Расследование каждого крушения начинается с протоколирования места аварии. Нужно определить, что осталось от самолёта. Так как самолёт летел очень близко от земли и на большой скорости, остов был сильно повреждён. Пожар поглотил почти весь самолёт, поэтому главной целью было найти и собрать обломки. Огромная сила падения затруднила восстановление самолёта. Все обломки были на месте, в отличие от аварии, когда самолёт распадается в полёте. Но они лежали в огромной яме и сильно обгорели. Некоторые части были найдены на глубине от 4 до 6 метров. Это усложнило нашу задачу, поскольку при извлечении обломков из ямы можно их повредить. Но следователи нашли две важные улики – бортовой самописец полётных данных и бортовой речевой самописец. Самописец полётных данных и бортовой речевой самописец играют важные роли в каждом расследовании. Джим Кэш, аудиотехник из Национального комитета, объясняет почему. Самописцы самолёта более известны как чёрные ящики, хотя они оранжевого цвета. Существует два самописца – бортовой речевой и бортовой самописец полётных данных. Бортовой речевой самописец записывает аудиоинформацию, всё, что слышно в кабине пилотов, разговоры экипажа, радиовызовы и так далее. А бортовой самописец полётных данных записывает цифровые технические параметры — высоту полёта, курс, маршрут, состояние двигателей и так далее. Данные обоих самописцев были важны. В особенности информация самописца полётных данных была включена в расследование сразу же после её получения. Сначала мы 7-10 дней протоколируем обломки самолёта. Получив самописец полётных данных, мы пытаемся его восстановить и извлечь по возможности больше информации. Во время анализа данных мы ищем отдельные детали, которые могут способствовать расследованию. В этом случае самописец полётных данных был старый и записывал около 6 параметров. Современные самописцы полётных данных записывают более 100 параметров, включая такие детали, как обороты двигателя и силу, с которой пилот нажимает на рычаги управления. Но так как самописец полётных данных рейса 585 записывал всего 6 параметров, он не мог особо помочь. Однако он указал на волнующий факт. Перед тем, как пилот потерял контроль, педаль поворота, плоскость управления на вертикальной части хвоста, передвинулась на одну сторону, из-за чего самолёт перевернулся. У следователей это вызвало подозрения, но из-за недостатка других данных они ничего не могли доказать. Учитывая короткий промежуток времени между бедственным положением и падением, речевой самописец тоже ничем не мог помочь. Погодные условия были важны, и одна из групп занималась анализом погоды. Моя группа изучала систему управления самолётом, отдельная группа анализировала технические операции, работу пилотов и факторы выживания. Мы разделились на несколько групп для более детального подхода к делу. Метеорологическая группа обнаружила обнадюживающую зацепку, сообщение о сильном ветре в районе аварии. Самолёт летел из Денвера, это был очень ветреный день. Другие авиалайнеры сообщили нам, что в то время в районе крушения дул сильный ветер. Но эта теория тоже зашла в тупик. Погодные условия того дня не прошли испытаний, которые бы показали, что погода могла вызвать серьёзные неполадки в самолёте и потерю контроля. Поиски продолжались, так как следователи изучали все малейшие факторы. Однако веских доказательств всё ещё не было. В ходе расследования команда составляет списки и в определённый момент выбирает самую вероятную причину. Она выявляется на основании того, что другие причины менее правдоподобны. Однако спустя 21 месяц обстоятельных поисков команда Национального комитета всё ещё не смогла установить вероятную причину гибели рейса. Когда мы предстали перед комитетом, у нас не было вероятной причины аварии. Был лишь список версий, которые мы разрабатывали, но без определённых ответов. Неспособность установить вероятную причину удивляла и огорчала. Это был один из первых случаев, думаю, всего четвёртый по счёту, когда следователи пришли в комитет и сказали, что не знают причин катастрофы. Такое происходит крайне редко. Хотя крушение рейса 585 United Airlines было отнесено к нерешённым делам, следователи продолжали поиски ответов, которые помогли бы предотвратить повторение подобной трагедии. К сожалению, всего тремя годами позже другой самолёт столкнётся с той же проблемой. После таинственного падения рейса 585 United Airlines близ Colorado Springs авиакатастрофы оставались редким явлением. Согласно статистике, поездка в аэропорт была и остаётся более опасной, чем полёты вокруг света. Но вопрос, почему упал Boeing 737, продолжал мучить всех, кто работал над этим делом. Было ясно одно – 737-й не только широко распространённый, но и самый безопасный самолёт в мире. Ещё много лет после крушения рейса 585 Boeing 737 поддерживал высокий уровень безопасности. Но в 1994-м произошла ещё одна катастрофа, которая показалась очень знакомой следователям дела рейса 585. 4 сентября. В Питцбурге, Пенсильвании, идеальная погода. 24 градуса тепла, редкие облака и хорошая видимость составляют прекрасные условия для полёта. 132 пассажиры и члены экипажа рейса 427 USAIR ждут рутинного завершения совершенно обычного полёта. Boeing 737 приближается к аэропорту Питцбурга и снижается на высоту 1830 метров. Первый и второй пилоты в общем налетали 14 тысяч часов, более половины из которых на Boeing 737. Авиадиспетчер в Питцбурге предупреждает экипаж о реактивной струе от авиалайнера, который только что пересёк их курс. USIR 427. Поверните налево по курсу 1-0-0. Движение на 1-2 часа в 9 километрах к северу. Реактивная струя переходит с 1000 на 1500 метров. Видим движение, поворачиваем по курсу 1-0-0. Авиадиспетчер и пилот опасаются явления, называемого «турбулентность в следе». Эту помеху в воздухе оставляет реактивный самолёт. Большой авиалайнер может оставить за собой вихрь, в котором другие летательные аппараты могут потерять контроль, подобно тому, как маленькую лодку будет бросать из стороны в сторону во время плавания в следе большого корабля. Пилоты рейса 427 к этому абсолютно готовы. Но они не готовы к тому, что произойдёт дальше. Рейс 427 «Юэсэйр» пикирует в землю со скоростью 450 км в час. Самолёты все 132 пассажира мгновенно погибают. Журналист Билл Эдер, автор книги «Тайна рейса 427», получил беспрецедентный доступ к расследованию. Следующие шесть лет он провёл, изучая эту трагедию. На высоте 1830 метров самолёт вдруг столкнулся с турбулентностью в следе, и его бросило из одной стороны в другую. Второй пилот Чак Эммит был за штурвалом и быстро попытался выровнять крылья. Сначала он взялся за штурвал, управляющий элеронами, лопастями на крыльях, и постарался выровнять самолёт. Это не сработало, самолёт продолжал вертеться. Тогда он быстро переключился на педаль поворота и сильно нажал на неё. Без всяких объяснений самолёт накренился влево и начал падать. Как и в случае рейса 585 «Юнайтед Эйрлайнс», на место аварии отправилась команда следователей НКБП. Команда следователей сразу же взялась за телефоны, чтобы как можно скорее выяснить больше о крушении. Они начали собирать информацию об этом конкретном авиалайнере и предыдущих проблемах с «Боингом-737». Вскоре команда заметила тревожное сходство между крушениями рейса 427 «Юэсэйр» и 585 «Юэйр». Они повторяли случай, который уже три года не давал покоя следователю Национального комитета Грэгу Филлипсу. Он был одним из ведущих следователей по делу крушения в Колорадо-Спрингсе. Он так хорошо был знаком с тем случаем, что ему не были нужны распечатки самописца полётных данных. Он их помнил наизусть. Из речевого самописца мы поняли, что экипаж не знал, что случилось с самолётом. Хотя у команды следователей были кое-какие подозрения, каждое расследование проходит в определённом порядке, и этот случай не был исключением. Расследование началось с изучения места падения, и главной целью было обнаружить то, что следователи называют четырьмя углами самолёта, то есть установить местонахождение носа, хвоста и крыльев. Удивительно, но эта простая информация может многое сообщить о крушении. Если крылья, нос и хвост найдены далеко друг от друга, возможно, самолёт взорвался в воздухе. Такие случаи отличаются от крушений, в которых самолёт остаётся целым. В этом случае четыре угла находились поблизости друг от друга, там же, на холме. Затем следователи занялись поисками чёрных ящиков. В этом случае, так как обломки были разбросаны на небольшую территорию ящики, нашли очень быстро. И, несмотря на огромную силу удара, они уцелели, и содержащаяся в них информация осталась цела и невредима. Информация о получении самописца полётных данных рейса 427 указала на то, что незадолго до потери контроля немного изменился курс самолёта. А именно, нос самолёта вдруг повернул налево. Лишь одно могло стать тому причиной — внезапное движение педали поворота. Педаль поворота — это деталь самолёта, которая при нажатии правой части педали направляет нос корабля вправо, и при нажатии левой части — влево. Как и множество других аспектов дела, этот очень походил на трагедию рейса 585 United Airlines. Следователи обстоятельно изучили педаль поворота рейса 427. То, что они обнаружили, могло стать ключом к разгадке тайны обоих крушений. В ходе расследования гибели рейса 427 U.S. Air следователи обнаружили тревожную параллель между этой авиакатастрофой и падением рейса 585 UA тремя годами ранее. В обоих случаях самописцы полётных данных зафиксировали, что педали поворота сдвинулись в одну сторону, из-за чего самолёты упали на землю. Так как оба авиалайнера были марки Boeing 737, следователи приступили к всестороннему анализу вертикального оперения — детали вертикального стабилизатора самолёта, помогающего контролировать высоту его движения. При тестировании систем первым делом проверяют, какие работы уже были проделаны. В ходе проектирования самолёта проводятся испытания при внешних условиях и стресс-тестирования. Мы заглянули в отчёты, чтобы узнать о выполненных работах. Это также помогает понять, с чего начинать новое испытание. Следователи искали причину, по которой педаль поворота могла сработать без действия пилота. Они начали с изучения серого распределителя рейса 427, который передвигает педаль поворота вверх-вниз. Они начали с простых испытаний клапана, проверили, нет ли на нём царапин или следов заклинивания. И они не обнаружили никаких проблем. Они привели клапан в действие и немного беспокоились, что он не сработает или выйдет из строя. Они испробовали всё, но каждый раз клапан работал исправно. Ещё один тупик. Затем следователи изучили вероятность столкновения с птицей. Хотя этот вариант покажется банальным, удар птицы может быть невероятно опасным, даже для больших пассажирских самолётов. Когда килограммовая птица ударяется о самолёт на скорости 418 км в час, она обретает силу в 14 тонн. Эксперты обнаружили на рейсе 427 частицу, которую приняли за перо. Но изучив её под микроскопом в лаборатории, они сразу установили, что это не перо. Затем следователи приступили к анализу радиолокационной информации, записанной на диспетчерской вышке перед крушением. Когда они сравнили радиолокационные данные рейса 427 с данными других самолётов в той области, они узнали, что 427-й попал вслед самолёта 727 Delta Airlines, который летел в 5 километрах от них. УСАР 427 поверните налево по курсу 1-0-0. Движение на 1-2 часа в 9 километрах к северу. Реактивная струя переходит с 1000 на 1500 метров. Видим движение, поворачиваем по курсу 1-0-0. Одна из теорий была, что Delta 727 создала турбулентность с достаточной силой, чтобы рейс 427 потерял контроль. Большинство следователей посчитали эту теорию нелепой. Самолёты попадают в турбулентность в следе каждый день. Будь это теория верной, самолёты падали бы ежедневно. Тем не менее, следователи решили провести эксперименты в пользу этой теории. Прикрепив к крыльям 727-го генераторы дыма, они смогли увидеть путь следа. Несколько пилотов пролетели в следе на Боинге 737 той же модели, что и упавшие самолёты, чтобы понять, как сильно турбулентность влияет на управляемость авиалайнером. Во время дополнительных испытаний они пролетели в следе как по американским горкам, чтобы проверить, может ли сила вихря, оставленного самолётом тех же размеров, что и 727-й, перевернуть Боинг 737. Тесты показали, что вихри недостаточно сильны, чтобы из-за них самолёт потерял контроль. В следе самолёт мог покачнуться, но этого было мало для потери контроля. И снова тупик. Но, как и другие тесты, эксперимент с вихрим позволил следователям исключить турбулентность как вероятную причину трагедии. Список вероятных причин становился короче, но появлялись всё новые вопросы. Что-то ведь стало причиной крушения. Но что? Наконец, следователь национального комитета обнаружил факт, который снова обратил всё внимание на сервер-распределитель вертикального оперения рейса 427. Один из экспертов знал о случае, когда из-за контраста горячей гидравлической жидкости и очень холодного гидроусилителя заклинило регулирующий клапан. Никаких улик не осталось, как в случае таяния фруктового льда. Тестирование клапана привело к выводу, что при таких обстоятельствах возможно заклинивание. Самым мучительным фактом было то, что неполадка не оставила следов. На оперении не было внутренних царапин, которые бы остались после механического заклинивания. Разобрав и изучив клапан, мы не обнаружили признаков заклинивания. Очевидных доказательств тому не было. Мы понимали, что имеем дело с положением, которое может вызвать неполадку и не оставить следов. Но из-за отсутствия очевидных доказательств следователи подозревали, что в случае этой причины гибели рейса 427 они не могли доказать, что это и есть причина. Затем, 9 июня 96-го года Национальный комитет получил сообщение об очередном инциденте. Во время захода на посадку в Международном аэропорту Ричмонда, штат Вирджиния, рейс 517 «Иствинд Эйрлайнс» столкнулся с неполадкой, из-за которой самолет перевернулся. Но в этот раз результат был иным. Пилотам удалось вернуть контроль над лайнером и посадить самолет. Как и в случаях рейсов 427 и 585, это был Боинг 737. Представитель Американской ассоциации летчиков и бывший пилот «Юэс Эйр» Джон Кокс участвовал в расследованиях многих крушений. Имея на своем счету 12 лет полетов на Боинге 737 и технические знания самолета, он мог привнести в расследование свой опыт. Он описывает трудности, с которыми столкнулись пилоты «Иствинд» в попытке вернуть контроль над самолетом. Как бы сильно они не жали на педали поворота, самолет не реагировал. Но потом проблема исчезла. Комитет забрал самолет для проведения тестов. Когда мы разобрали самолет по деталям, не увидели никаких следов, как и в случае рейса 427. Но теперь мы могли работать с экипажем, и это помогло раскрыть тайну гибели рейса 427. Теперь у Национального комитета было доказательство того, что сервер-распределитель могло заклинить без всяких очевидных доказательств, из-за чего пилоты не могли управлять педалью поворота. Эти данные позволили комитету назвать заклинивший сервер-распределитель вероятной причиной крушения рейсов 427 и 585. Эта находка была и остается противоречивой. Защитники 737-го, включая его создателя Boeing Aircraft, указывают на высокий уровень безопасности самолета и недостаток вещественных доказательств того, что сервоклапан был поврежден. Несмотря на критику, Национальный комитет пошел дальше. Он рекомендовал Федеральному управлению создать независимую группу экспертов с целью изучить рулевое устройство 737-го. В ходе обстоятельного расследования 14 сентября 2000-го года эксперты заключили, что рулевое устройство самолета все же склонно к неполадкам и предложили изменить его дизайн. Boeing согласился. Когда Boeing осознал, что клапан может заклинить, он его модернизировал и установил улучшенную версию в каждом самолете. Несмотря на стоимость 240 миллионов долларов, Boeing заявил, что заменит систему клапанов на нереверсивные клапаны в каждом самолете 737-й модели. Кроме того, они ввели улучшенную вспомогательную систему клапанов. Также было проведено обучение пилотов по устранению неполадок в педали поворота. Со времен трагедии рейсов 585 и 427 в США не было авиакатастроф по той же причине. В конечном счете, это достижение нужно приписать работе всех людей, задействованных в расследовании этих трагедий, и их решимости не оставлять расследования незавершенными. Это вне всякого сомнения доказало, что подход США к расследованиям авиакатастроф приносит результаты. Мы смогли раскрыть тайну очень редкого явления, которое не оставляет очевидных доказательств. Мы смогли это сделать благодаря совместным усилиям Национального комитета безопасности перевозок, Федерального управления, Боинга, всех людей, которые день за днём, в течение нескольких лет, работали плечом к плечу. Мы были полны решимости и в результате добились успеха. В случае 737-го их успех можно измерить человеческими жизнями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова